Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Митинг последней надежды. Почему родственники онкобольных пришли требовать денег от Минздрава под стены парламента? Ремонт со смертельным исходом. В деле о пожаре в детском лагере Виктория новый подозреваемый. Кто он и в чем его обвиняют? Коммунальная катастрофа. Город смело остался без воды. В больницах отменяют операции. Школы могут закрыть. Кто кому не заплатил? Хумус от Хамаса. За антисемитизм британских либористов взялся Скотланд-Ярд. Сколько политиков под подозрением? Политический сезон только начался, а возле Верховной Рады уже митингуют. К парламенту пришли родственники онкобольных пациентов, которым Минздрав отказывает в финансировании. Официально в очереди на трансплантацию 64 человека. По факту больных гораздо больше. Чего добились протестующие узнаем от Ларисы Зубенко. У дочери Анатолия Оксаны Гергала острый лейкоз. Девушка проходит пятый блок химиотерапии и ждет, когда государство выделит ей деньги на пересадку костного мозга. 110 тысяч евро уже лежат на счету белорусской клиники, в которой запланирована операция. Ими не успел воспользоваться другой украинский пациент. Однако Минздрав переводить средства на счет Оксаны не спешит. Мы блокировали машину супруга, говорили с ней. И она нам дала такую ответственность, что они не имеют права скористоваться этими границами. Хотя это не правда. Мы сейчас ходим по лизу ножа. Так, как в любой час может стать рецидивом. Надеждой на помощь не дают и Ирине. Ее сын Данил Ляшов в предлейкозном состоянии. Чтобы не допустить рак крови, парню нужна пересадка костного мозга в польской клинике. 109 тысяч евро. Неподъемная сумма для семьи из прифронтового севера Донецка. У Минздрава для Ирины ответ тот же. Денег на лечение нет. К сожалению, ребенку становится хуже. Поэтому за границей нас ждут. У нас уже есть два неродственных донора, которые подходят 10 из 10. И вся у нас проблема в том, что мозг Украины не оплачивает нам данную операцию. Хочет документы, когда будут, у нас еще в июне месяце. Сегодня родственники и друзья онкобольных собрались возле Верховной Ради. Раздай Минздрава достучаться не могут, надеются, что их услышат народные депутаты. Мы сегодня требуем от народных депутатов вынести законопроект 8035, который предпочит финансирование программы ликования за кордоном на 302 миллиона гривен. Мы будем стоять тут до тех пор, пока наши вопросы не будут решены, пока не будет до финансирования государственной программы ликования за кордоном. Больше 500 людей в черзе, они не могут ждать. Мирный протест прерывают правоохранители. Они пытаются убрать баннеры. Митингующие оказывают сопротивление. На крики о помощи выходят нардепы и обещают. Вопросы до финансирования программы лечения за границей рассмотрят в Раде в ближайшие дни. На жаль, Министерство охороны здоровья, первое, не закладывает необходимую количество денег на эти вытраты. Это было в прошлом году, та самая ситуация повторилась в этом году. Мы обратились к министерству, у нас есть вернение, чтобы они адекватно планировали бюджет. Протестующие, в свою очередь, уверяют, если депутаты не рассмотрят в ближайшие дни данный законопроект, разобьют палаточный городок у стен Верховной Рады и объявят безсрочную голодовку. Лариса Зубенко, Дмитрий Курченко, подробности, телеканал Интер. Бюджет, изменения в Конституцию и полномасштабная подготовка к выборам президентским и парламентским. Это главная задача нардепов в новом политическом сезоне. Чего будет больше в их работе, пустой риторики или конструктива? И был ли продуктивным первый день в Верховной Раде, узнаем от Елены Зориной. На день позже школьников они возвращаются в зал. Заметно отдохнувшие депутаты уверяют, сочетали отдых и работу. Даже за границей умудряли встречаться с избирателями. А теперь официально в бой. Девятая сессия, восьмого созыва. В зале спикер, премьер и другие гости. А вот депутаты не все. Это 375 зарегистрированных. Андрей Порубей о прогульщиках не вспоминает, но сразу предупреждает. Работы немало. Мы входим в год, когда будут выборы и президентские, и парламентские. И много кто говорит о том, что политические эмоции могут перешкодить полноценной и полноморной работе Верховной Рады Украины. Но я уверен, что это будет период шансов и веков возможностей. Первонаперво акцентируют на поправках в Конституцию, которые касаются закрепления курса на евроинтеграцию и стремления в НАТО. Сегодня изменения, предложенные президентом, появились на официальном сайте парламента. Этот документ и гаранты спикер призывают рассмотреть как можно быстрее. Мы ждем, чтобы этот неделю подготовили все соответствующие документы для рассмотрения в зале. И уже первое читание для того, чтобы направить эти пропозиции президента к Конституционному суду, мы готовы голосовать. Планы у нардепов грандиозные. Кроме извинений в Конституцию, первоочередных вопросов за лето накопилось немало. Восени мы должны эффективно работать, ухвалить низко важных решений, которые касаются национальной безопасности, экономики, финансов, реформ, евроинтегричного выбора Украины. Среди других, на эту осень мы должны проголосовать за новую Центральную выборную комиссию. Но премьер призывает не забыть и об экономике. Еще одно вопрос, я бы не хотел, чтобы оно стало заручником будущих выборов. Это вопрос национального бюджета, государственного бюджета Украины. Он должен быть сбалансованный, справедливый и реалистичный. Потому что за каждую цифру мы будем нести с вами ответственность. Мы сейчас требуем от уряда, чтобы бюджет был внесен вчасно, до 15 вересня. Чтобы он был перенесен на правильной реалистичной базе. Потому что мы уже видим, что бюджет перенесен на нереальных макроэкономических показаниях. Требуют избранники сосредоточиться на социальных вопросах. Радикальный экономический прорыв, изменения экономической политики, изменения безопасной политики, отношения к людей, социальная политика, перерахунок пенсий, зарплаты, цены на газ космические. Вот чем должна заниматься влада. Это грабеж среди белого дня. Цена на газ должна быть справедливой. За нашими подрахунками 4,5 тысячи гривен за тысячу кубов. Но не 12 тысяч. Цифры цифрами, но все же предстоящие выборы. Основная тема разговоров. И в кулуарах, и в зале. Я закликаю напереду, начатку всех этих выборов, подписать всем политикам, которые балотуются на президентскую посаду, а также в Верховную Раду, меморандум, что до неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Нужно вспомнить о переселенцах и, наконец-то, дать им возможность проголосовать. Именно с такой целью в парламенте нардепы сегодня создали межфракционное объединение под названием «Переселенцам права голоса». Речь идет о почти полутора миллионах человек. Их права нужно защитить, считает один из инициаторов. Мы создали межфракционное объединение депутатов, которые работают за короткий час уникальный адекватный закон, который унеможливает, во-первых, политические спекуляции и политическую коррупцию с подвезением, с определенными голосованиями за деньги, подголосованием и выкладанием громадской думки. И вместе с этим дать возможность миллионам наших сотрудников брать участие в выборах нового парламента, голосовать за новую Конституцию. Но пока нардепы не могут утвердить даже вопросы на эту неделю. Они касаются интеллектуальной собственности в части евроинтеграции, а также блока вопросов по нацбезопасности и обороне. После разминки голоса наскребли, но дальше голосование снова не задалось. Когда пять раз мы голосуем за повестку дня и не можем ее принять, когда закон, который не содержит в себе никаких противоречий, ни у кого не вызывает никаких противоречий и является просто одним из элементов борьбы с пиратством, не могут принять, то это говорит только об одном, то что желание есть, а возможности, видимо, по-прежнему нет. В оппозиции говорят, оно и понятно, депутаты просто не с того начали. Абсолютно пустой порядок денный. Вчера мы наполягали, чтобы он был переглянутым с урахованием тих вопросов, которые были высказаны людьми в регионах. Это, прежде всего, тарифы на газ, которые общество ждет с страхом, промышленность уже получила новые тарифы. Это выплаты чернобыльцам, это выплаты зарплаты вообще государственной политики в частности шахтарев. Есть наглядные вопросы, и уряд должен быть заслухать их. Сегодня же не хватило голосов и на законопроект об удешевлении лекарств. Зато избранники все же усилили борьбу с интернет-пиратством. А еще сделали настоящий подарок для жильцов общежитий, принадлежащих госпредприятиям. Теперь они смогут не только получить комнаты в собственность, но и хозяйничать там по-настоящему, как полноправные владельцы. Елена Зурина, Ксения Барвиненко, Василий Миновщиков и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Перемирием и не пахнет. Боевики на Донбассе все чаще провоцируют украинских военных на ответный огонь. Сегодня обстреливали армейцев уже пять раз, в основном из пулеметов и гранатометов. На позициях в районе Авдеевки работал Геннадий Вивденко. Работают активно снайперы. У нас раз потери. Раз повезло, чисто в каску попал. Каска взлетела. Эскалацию боевых действий. После некоторого затишня здесь, под Авдеевкой, наши солдаты в частности связывают с гибелью главаря террористической ДНР. Враг, очевидно, нервничает. Противник сейчас очень агрессивный после потери своего ваташка стаи. И вот уже два дня вперед идет провокация, чтобы мы отвечали им. Наши бойцы получили жесткий приказ командования не поддаваться на вражеские провокации. Мы, покуда мы учим, что перемирие у нас. Для нас перемирие существует. Для них это невозможно. Сейчас противник в районе Авдеевки ведет тонкую психологическую игру с нашими военными. Открывает огонь из крупнокалиберных пулеметов, провоцирует. Потом зовет международных наблюдателей и пытается обвинить украинскую сторону в эскалации конфликта. Боевики последовательно пытаются заставить наших солдат открывать огонь. И таким образом доказать якобы факты нарушения школьного перемирия с украинской стороны. Нашим иногда все же приходится отстреливаться в критических ситуациях. И только после отдельного разрешения командиров. Леонид сегодня ночью погасил огневую точку врага. После длительного вражеского обстрела была опасность атаки диверсионной группы боевиков. По разрешению раз, так как сильно ответил тогда. Ну я то есть с автомата стрелял. Потом они затихли. Частились их прострелы. Из 14,5 калибра вчера стреляли. К нам прилетало. Судьба же 15-го по счету перемирия, достигнутого две недели назад в Минске, у защитников укрепрайона на шахте Бутовка сомнений не вызывает. Опять провокации ждем от них. Чего еще от них ожидать? Мы свое дело делаем. Мы стоим на защите. Мы на провокации их не поддаемся. Но если попрел противник, мы им дадим отпор серьезный. Пока же украинские воины тщательно укрепляются на позициях между оккупированными Ясиноватой и Донецком. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Сохранение санкций Евросоюза против России и пути урегулирования ситуации на Донбассе обсудили сегодня президент Украины и канцлер Австрии, который прибыл в Киев с официальным визитом. Себастьян Курц уверен, что конфликт на востоке Украины не имеет военного решения. Нужны дальнейшие, по его мнению, переговоры в нормандском формате. Со своей стороны Петр Порошенко подчеркнул, что видит в Австрии надежного политического и экономического партнера. Я сейчас говорю не только как канцлер Австрии, но и как глава Совета ЕС. Нужен диалог, чтобы найти пути мирного урегулирования ситуации. Конфликт на востоке Украины можно уладить только за столом переговоров. Военное решение невозможно. В связи с этим я хотел бы обратиться к России с призывом вернуться за стол переговоров. Ведь это возвращение необходимо и в нормандском формате. Мы договорились, что в 2019 году мы проголосим уроком украинской культуры в Австрии. И культурная дипломатия является очень надежным и эффективным инструментом для развития отношений между нашими народами, между нашими краями. С предостережением к России сегодня обратился американский президент. Дональд Трамп призвал Москву не допустить обострения в Сирии и, как он выразился, гуманитарные ошибки. Что может произойти и какую цену заплатит мир, узнаем от Дмитрия Анопченко. В провинции Идлиб на севере Сирии так называемая зона деэскалации. Регион, который контролируют вооруженные формирования, не подконтрольные Асаду. Американская разведка выяснила, в любой момент Дамаск при поддержке России может начать там наступление. Этот факт уже и скрывать перестали. На телеканале «Россия-24» глава МИДа Сирии Валид Муалем прямо заявил, Идлиб будет освобожден, несмотря на противодействие США. При этом здесь, в Вашингтоне, есть информация, что в ходе этого наступления может быть снова использовано химическое оружие. Якобы правительственные силы уже перебросили в район будущих боевых действий два вертолета, и именно они могут быть задействованы для химической атаки. Если это случится, удар нанесет уже Америка. Шеф-корреспондент телеканала CNN в Пентагоне Барбара Стар со ссылкой на свои источники среди официальных лиц сообщила, эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США уже полностью определились с воздушными целями, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение. По данным телеканала, в этом перечне объекты связаны с химическим оружием, и ответ США будет очень быстрым. Сам президент Трамп пока что сделал последнее предупреждение, по привычке, в Твиттере. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться. Ну а дальше версии теперь разнятся. По две стороны Атлантики озвучивают два кардинально противоположных сценария. В Москве уверяют, что повстанцы теперь имитируют использование химического оружия Асадом для того, чтобы спровоцировать Америку на нанесение авиаударов. С другой стороны, в Вашингтоне американские военные говорят, что разведданные позволяют как раз утверждать, что именно Асад будет использовать химическое оружие, несмотря ни на что, и даже вопреки угрозе американского ответа. И готовятся к такому ответу. По данным СМИ, которые не получили пока официального подтверждения, в Персидский залив уже отправлен эсминец ВМС США Салливан с 56 крылатыми ракетами на борту. На авиабазу в Катаре перебрасывают американские стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил Соединенных Штатов. О серьезности ситуации свидетельствует и тот факт, что Турция в срочном порядке начала сегодня перебрасывать танки и гаубицы к сирийской границе. Получили приказ сдерживать новую волну беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления на Эдлиб. Так что рвануть может в любую минуту. Разве что последнее предупреждение Трампа каким-то чудом все-таки будет услышано. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Усиление пограничного контроля в Черном море, совместные учения и борьба с терроризмом. Украинские силовики намерены объединить усилия с турецкими правоохранителями. Сегодня в Анкаре министр внутренних дел Арсен Аваков провел ряд встреч. Что обсудили и какие документы подписали, узнаем от Александра Васильченко. Борьба с терроризмом, совместная работа полицейских, спасателей, пограничников. Украинские правоохранители намерены плотнее сотрудничать с турецкими коллегами. Так для охраны границ на Черном море будет работать украино-турецкая группа пограничников. Создадут и команду спасателей для устранения последствий катастроф разных типов. Полицейские будут делиться опытом по борьбе с преступностью. Встреча министра внутренних дел Арсена Авакова и Сулеймана Суэлу проходила за закрытыми дверями около двух часов и закончилась подписанием двух меморандумов. Сегодня были достигнуты договоренности в развитии сотрудничества между береговой охраной Турции и соответствующими подразделениями пограничной службы. Много точек соприкосновения, особенно в вопросах организации безопасности, контрабанды и организованной преступности. Украина поддерживает Турцию во всех проявлениях ее борьбы с терроризмом. Очень известная встреча по профессиональным вопросам, за безопасность этой борьбы и взаимодействия. Мы имеем договоренности о сотрудничестве прикордонников, национальной гвардии и жандармерии, а также службы чрезвычайных ситуаций. Для меня было в крайне важным. Пан министр сказал, что Турция не вызнает и никуда не вызнает аннексию России к Крыму. И Турция стоит на позиции поддержки территориальной целостности Украины. Об аннексии Крыма говорили не только в стенах турецкого МВД. Ситуацию на полуострове украинская делегация обсудила во время встречи с крымско-татарской и украинской диаспорами. Мы обратили внимание на активность российской разведки на территории Турции, в частности, встречи представителя Путина Мурадова в оккупированном Крыму, перехваченном новой информацией. Там речь идет о том, что они будут финансировать отправление какой-то группы исследователей в Крым, которые напишут по сценарию России такую прекрасную картину. Мы советуем всем членам диаспоры ездить в Крым через территорию Украины. По политическим взглядам мы не хотим, чтобы пересекали границу через Россию. Но у нас есть проблемы, связанные с миграционной службой Украины. В свою очередь Аваков пообещал всяческую поддержку крымским татарам. Я думаю, что мы делегуем по вналажению миграционной службы посольства. Берите стимули, берите отчетки. Таким чином, чтобы соответствующие документы для перетена кордона они могли отримать в посольстве тут, в Анкаре. Посетила украинская делегация и турецкую жандармерию, аналог Нацгвардии. Здесь министру продемонстрировали тренировочный комплекс, где обучают пилотов, и вертолетный парк. Аваков отметил, этот опыт Украина готова перенять в формировании мобильной вертолетной службы. Сейчас у нас начинаются первые поставки, и мы начинаем разворачивать по всей державе систему, которая за 3,5 года развернется, и будет спектр услуг. В турецкой жандармерии заявили, готовы делиться опытом и обучать пилотов. Впрочем, уже в конце этого года МВД закупит 4 новых вертолета, что значительно улучшит работу подразделений министерства. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер. Специальный из Анкары. В Одессе появились новые подозреваемые в деле о пожаре в детском лагере «Виктория». Я напомню, год назад там погибли три школьницы. Как сообщили в областной прокуратуре, о подозрении объявили директору фирмы, которая занималась реконструкцией корпусов. Следователи считают, что ее руководитель присвоил более 400 тысяч гривен, выделенных на ремонт. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы, и в ближайшее время его могут взять под стражу. Всего по делу о пожаре в «Виктории» в суде три уголовных производства. В них фигурируют директор лагеря, его заместитель, инспекторы ГОСЧС и бывший вице-мэр Одессы. Тарифы на воду в ряде регионов вырастут. Такое решение вынесли на заседание «Нацкомуслуг». Цены комиссия подняла только для водоканалов, но в результате изменения могут повлиять и на тарифы для потребителей. Средний рост по централизованному водоснабжению и водоотводу планируется на уровне 12%. И уже сутки без воды 70-тысячная смела в Черкасской области. Вчера из-за миллионных долгов облэнерго обесточила местный водоканал. Сейчас город находится на грани коллапса. В больницах не проводят плановые операции, а в школах завтра, возможно, отменят занятия. В Смелянской городской больнице с утра настоящий аврал. Отделения спешат запастись хотя бы технической водой. Со вчерашнего дня медучреждения отключили от водоснабжения. И буквально за сутки все запасы были исчерпаны. Ну, много. Никто же не считает, сколько воды распространяется. Но это, слава Богу, что благодаря нашему руководству, что хоть обеспечили нас водой. Без воды же никак же не можно. Главный врач в отчаянии. Техническая вода проблем не решит. В больнице невозможно провести даже элементарную стерилизацию. Поэтому все плановые операции медикам пришлось отменить. Сегодня мы еще работаем. Завтра мы сдадимся. Потому что, навіть працючи руками, брудными, и заносячи инфекцию, я не думаю, что это для породили, или для травмованного пациента, или для хирургического пациента, это будет хорошо. И такая ситуация по всей смеле. Город остался без воды за более чем 5-миллионного долгого водоканала перед Облэнерго. Коммунальщики предупреждали горожанам о возможном отключении. Но даже запасы питьевой и технической воды быстро уходят. Виктор Дмитриевич положил внучке в рюкзак бутылку воды и не прогадал. Ну, это же даем, чтобы тут хватит и руки помыть, и напиться. Достаем воду. Если надо, то покупаем воду. Сейчас коммунальщики власти пытаются договориться с энергетиками. Но сразу погасить долг водоканал не сможет. До этого часа предприятие никак не может отримать разницу в тарифах, что на 1-е, 01-е, 16-го года складает 6 миллионов 300. При отримании данных денег обовязково будет погашена заборгованность за использованную электроэнергию. А вот в Облэнерго уверяют, огромные долги накопились у водоканала за последний год. Мало того, все это время энергетики предупреждали коммунальщиков о прекращении электроснабжения. И все же вынуждены были выключить рубильник. После обеда водоканалы и энергетики смогли договориться о реструктуризации долга и подключении предприятия к электросети. Вода в кранах жителей смело должна появиться в ближайшие часы. Но вот надолго ли? Станислав Кухарчук, Пел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Исполняющего обязанности председателя госслужбы геологии и недр задержали на взятке. Как написал на своей странице в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко, чиновник требовал деньги за разрешение на добычу торфа в Киевской области. Цена вопроса 3000 долларов и вот теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ограбление на миллион евро в районе парижского аэропорта Лебурже обобрали троих российских туристов. Они прилетели на частном самолете из Ниццы, а когда пересели в автомобиле и двинулись в направлении города, путь им преградила другая машина. Из нее вышли четверо мужчин с закрытыми лицами. Угрожая оружием, заставили россиян отдать поклажу, кошельки, мобильные телефоны. По словам пострадавших, в одном из чемоданов были драгоценности на сумму около 500 тысяч евро. Общая стоимость украденных вещей более миллиона. Нелюбимый. У французского президента сейчас самый низкий рейтинг за время его правления. Эммануэля Макрона поддерживает всего лишь 31% граждан. Таковы результаты опроса, опубликованного во вторник. Почему Макрон теряет свою популярность, узнаем от Елены Абрамович. Летние каникулы принесли французскому президенту немало сюрпризов, которые ударили по его рейтингам. Он едва оправился от скандала со своим главным охранником, который избил демонстрантов в мае, как на прошлой неделе ушел в отставку народный любимец, министр экологии, из-за несогласия с реформами президента. А за ним и министр спорта по семейным обстоятельствам. На удивление, Макрон не сумел справиться с этими кризисами. Он не знал, как реагировать и еще глубже погрузился в эти проблемы, что и сделало его таким слабым на данный момент. Если раньше Мунаэля Макрон воспринимали как авторитарного и твердого в своих намерениях президента, то теперь у него имидж менее уверенного в себе руководителя, считают аналитики. Экономика растет медленнее, чем прогнозировалось. И он сейчас сомневается в предстоящей налоговой реформе. Но падение рейтингов после первого года правления процесс естественный, подчеркивают многие. Я думаю, это нормально. Его действия сильнее, чем у нашего предыдущего президента. Но не более того. И то, что он наполняет государственный бюджет, опустошая счета граждан, это, конечно, позор. Заставить французов измениться, это как карабкаться на эврест в кедах. Поэтому я говорю, молодец. И говорю это, несмотря на то, что я пенсионер, чьи выплаты урезали. Считаю, он пытается изменить ситуацию, и это хорошо. Новый политический сезон должен внести свои коррективы. Ведь впереди еще ряд реформ, которые задумал президент. Закрепится ли за ним новый имидж, или все-таки 40-летнему Макрону удастся вернуть доверие граждан, французские СМИ пристально за этим следят. Елена Абрамович, Иван Ермаков, подробности. Европейское бюро телеканала Индар. В аэропорту Бен-Гуриона, главные воздушные ворота Израиля, работают на грани своих возможностей. Практически все рейсы выполняются с сильным опозданием. И все из-за российского флота. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. В аэропорту Бен-Гуриона, главных воздушных воротах Израиля, сегодня тяжелый день. Изменено расписание полетов, идут задержки рейсов. Это при том, что аэропорт работает с предельной нагрузкой. Больше 100 тысяч пассажиров в день. Сезон отпусков заканчивается. И как раз начинается сезон паломничества в украинскую Умань. Причина хаоса в военных учениях, которые Россия проводит в Средиземном море. В них принимают участие десятки кораблей и самолетов. Из-за этого, собственно, и пришлось изменить маршруты движения самолетов. В том числе, пролегающие над Кипром. А оттуда самолеты как раз и начинают заход на посадку в аэропорт Бен-Гуриона. Сейчас как раз заканчивается сезон отпусков. Мы принимаем десятки рейсов в день. И эти ограничения сильно мешают нам в работе. И без того предел загруженности. Мы советуем пассажирам запастись терпением. Ведь задержки весь день. Зачем россиянам с их гигантской территорией понадобилось проводить маневры в Средиземном море, не очень понятно. Заявленная цель – отработка действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей. Какое отношение к тому и другому имеют, например, дальние ракетоносцы Ту-22, тоже не очень ясно. Но все же объяснение есть. Армия Асада готовится к масштабному наступлению в провинции Идлиб. Это, по сути дела, последний оплот сирийских повстанцев. И, видимо, Россия, судя по всему, решила продемонстрировать западным государствам мощь своей воздушной и морской группировки с тем, чтобы их коалиция не вмешивалась в ход боевых действий. Впрочем, израильские эксперты предлагают другое объяснение. По их мнению, российский флот и авиация не способны отразить ни американский, ни, например, израильский удар по сирийской армии. Но зато со всей очевидностью могут продемонстрировать Асаду, что без России его дни точно сочтены. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Скандальный законопроект о блокировке сайтов отправят на доработку. Такое решение принялись сегодня во время заседания комитета по вопросам информатизации и связи. По словам его председателя, нормы о закрытии информересурсов без решения суда недемократические и могут привести к нарушениям права на свободу слова. Кроме этого, этот документ не согласовывается с действующим законодательством. Я считаю, что в дальнейшем он будет взагалі снятий и будет собирано профессиональное средство для того, чтобы разработать все-таки фаховый законопроект, что это кибербезпеки информационного пространства нашей страны. Если бы его приняли, то без решения суду, возможно, было бы, вы что ли, начинайте любой информационный ресурс без решения суду. Депутатам из этого комитета нацбезпеки и обороны его не хочется прибирать. Видите, они могли, в принципе, ее просто сняти еще влитку, когда поднялся великий скандал вокруг этого законопроекта. Результата от него не будет никакого. И на наши рекомендации возьмите европейские практики Немеччины и Франции и пропортуйте над ними. Они так и не дослушались. Похороны с подселением. В прикорпатском поселке Ворохта жители вынуждены хоронить родных в чужих могилах. Почему, расскажут мои коллеги. Кладбище в Ворохте на окраине поселка. Хоронят людей здесь уже 150 лет. И каждый год территория увеличивалась. На сегодня не осталось ни одного свободного клочка земли. Можливости, то есть где можно хоронить, полностью вычерпено. Людей хоронят уже по другому разу. Откопаются остальные остальные людей, которые похоронены в предыдущих могилах уже практически, можно сказать, сруйнованы. И никто их не доглядывает, просто уже ровно с землей. И когда приходится, что копают могилу, попадают на остальные. Это, конечно, не по-христиански. Поселковым в свете уверяют, обустроят новые кладбища и рады, но не могут. Нет свободных земель сейчас в запасе селищной рады. Расширить кладбище можно только за счет земель за пределами Ворохты. Но не все так просто, говорят чиновники. Ведь это территория Карпатского национального природного парка. С 2004 года уже сделана проектная документация. Только поведения нет в экологии. И национальный парк не дает на вырубку дерева, чтобы облагородить кладбище, которое должно быть площадью 3 гектара. Большое свернение. Постоянно нам давали подписки. Такие подписки, что невозможно. Руководство национального парка уверяет, все от них зависящие давно сделали. Примечательно, что пока селяне стараются выбить квадратные метры под кладбище, землю без каких-либо проблем получают чиновники. Не так давно участки здесь отхватили сразу 6 сотрудников прокуратуры. Жанна Дучак, Зеновья Автонас, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Музыка против расизма и ксенофобии. В немецком Хемнице после недели беспорядков прошел концерт под лозунгом «Нас больше», который собрал 65 тысяч слушателей. Тем временем немецкие политики анализируют события в этом городе и призывают установить надзор за партией «Альтернатива для Германии». Татьяна Лагунова расскажет подробнее. Под колпаком у спецслужб немецкие политики обсуждают, необходимо ли установить наблюдение за правопопулистской партией «Альтернатива для Германии», чтобы проверить, не нарушает ли политическая сила, которая на последних выборах впервые прошла в Бундестаг, конституцию страны. Поводом для дискуссии стали митинги и марши в немецком Хемнице. В рядах ультраправых немцы заметили и политиков от партии «Альтернатива для Германии». И вспомнили беспорядки в городе, они особо не осуждали, а наоборот пытались понять и объяснить. Куда смотрит ведомство по охране конституции, возмутились в официальном Берлине. «Альтернатива для Германии окончательно сбросила свою маску. События в Хемнице показали, эта партия близка к группировкам фашистов и расистов. Это не имеет ничего общего с патриотизмом. И я считаю, что за этой партией должно наблюдать федеральное ведомство по охране конституции. Поводов более чем достаточно». «Эта партия хочет не просто протестовать. У некоторых ее функционеров совсем другой, скрытый план. Вы видели эти фото? «Альтернатива для Германии», «Правые радикалы», «Хулиганы». И все маршируют бок о бок». Абсурдными эти призывы назвали представители «Альтернативы для Германии». Пока что безосновательными – руководители Министерства внутренних дел. Дескать, чтобы поместить партию под колпак спецслужб, недостаточно высказываний ее отдельных членов, даже если они слишком правые. Вмешалась в дискуссию и канцлер Ангела Меркель. «Что касается наблюдения за той или иной партией, то в этом вопросе есть хорошая практика. Решение принимает ведомство по охране конституции, основываясь на фактах. И это решение не политическое». За отдельными ячейками партии спецслужбы наблюдения, впрочем, все же установили. Речь идет о молодежном крыле «Альтернативы для Германии» в Бремене и Нижней Саксонии. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». С политических каникул прямо в центр скандала нелегким выдалось возвращение на работу для британских лейбористов. Антисемитский скандал получил новое развитие, но и на этот раз высказываниями политиков заинтересовалась полиция. Подробности расскажет Ирина Иванова. Она в Лондоне. 45 случаев проявлений антисемитизма в лейбористской партии. Все задокументировано и передано в Скотланд-Ярд. Это апогей длительного скандала, запятнавшего репутацию как лидера партии, так и самых видных ее представителей. Документ попал в руки журналистов. В нем фигурируют более 20 депутатов, которые позволили себе публичное оскорбление евреев. Их фамилии не называют. Мы очень серьезно относимся к преступлениям на почве расовой ненависти. За это досье возьмутся эксперты и выяснят, есть ли в них состав преступления на самом деле. И все это на фоне недовольства еврейской общины из-за длительного расследования предыдущих случаев проявлений антисемитизма с участием высокопоставленных политиков. Чтобы восстановить репутацию партии, было решено принять новый кодекс поведения. Сегодня Национальный исполнительный комитет полицилы должен утвердить определение самого слова «антисемитизм», разработанное Международным союзом памяти жертв Холокоста. Что опять вызвало жаркую дискуссию. И не только среди политиков. Сторонники и противники либористов с утра митинговали возле центрального офиса партии. Дошло до стычек. На место прибыла полиция. Как будто мало было проблем лидеру либористов, так именно сегодня издание «Сан» опубликовало скандальный видеоролик, где Джереми Корбин нахваливает хумус, которым его угощали лидеры Хамас. Дело было еще в 2010 году. И недавно главный британский оппозиционер заявлял, что решительно не помнит этого эпизода. Якобы его и вовсе не было. Вот журналисты и освежили память политика. Ирина Иванова, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». После страшного пожара в Национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро вспыхнули масштабные беспорядки. Часть активистов пыталась прорваться к основному зданию музея, но встретила сопротивление полиции и муниципальной гвардии. Стражи порядка применили против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Это спровоцировало столкновение. Митингующие прорвали кордон спецназа и стали бросать в силовиков камни и палки. Я напомню, пожар вспыхнул в воскресенье вечером и уничтожил практически всю коллекцию этого музея. Не только годы халатности у следствия все больше версий в деле о пожаре в Бразильском музее. О некоторых из них в нашем обзоре. Пожар в Национальном музее в Рио-де-Жанейро мог начаться из-за самодельного летающего фонарика, приземлившегося на крышу здания. Другая версия – короткое замыкание, сообщило руководство музея. На месте все еще работают спасатели. Время от времени они выносят остатки уцелевшей коллекции. Пламя уничтожило большую часть уникальных экспонатов, 20-миллионной коллекции, которую собирали за 200 лет существования старейшего в стране музея. Бразильское правительство выделит 3,5 миллиарда долларов на реконструкцию здания. Сотрудники музея также ищут международных спонсоров. Самый мощный тайфун за последнее четверть столетия обрушился на Западную Японию. Джеби уже унесла как минимум 6 жизней. Скорость ветра достигала 200 км в час. С прибережных территорий во временные убежища эвакуировали примерно 300 тысяч человек. Отменили 600 авиарейсов. Не работают офисы, школы и детские сады. В метеослужбе страны предупреждают об опасности возникновения оползней и наводнения. Британские инженеры представили миру робота-хирурга. Он может делать закрытые операции на внутренних органах. А размер изобретения максимально компактный. Поэтому все манипуляции можно производить, делая мельчайшее рассечение. И благодаря этому раны должны заживать быстрее. Машина облегчит работу и человека-хирурга, поскольку значительно сокращается время самого оперативного вмешательства. Роботизированная система появится в британских больницах уже в следующем году. В индийском штате Гуджарат откроют самую высокую в мире статую. Работы на 182-метровом монументе соборности почти завершены. Церемония открытия состоится уже в конце октября. Статуя посвящена Сардару Пателю, герою борьбы за независимость Индии и одному соавтору Конституции. Строительство монумента обошлось индийскому правительству примерно в 330 миллионов долларов. Бронзовая скульптура в два раза выше Нью-Йоркской статуи Свободы. Герцогиня Кембриджская самая стильная в королевской семье. Согласно отчету интернет-издания eBay, именно на нее чаще всего ориентируются британцы, выбирая одежду. В прошлом году наибольшим спросом пользовалось пальто для беременных, как у Кейт. А в этом настоящий ажиотаж вызвала красное платье, в котором Кейт была с новорожденным принцем Луи. На втором месте среди самых модных жена принца Гарри Меган. На третьем дочь Кейт и принца Уильяма Шарлотта. Елизавета II замыкает топ-пятерку. Королеве подражает, выбирая броши. Это были новости вторника. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра.